всем привет у нас сейчас 5 часов утра я на самом деле последние недели полторы думала блин я хочу что-то снимать а что снимать вообще ничего не происходит и тут контент сам пришел кстати такое звенье птиц я слышу только рано-рано утром больше днем я такого не слышу у нас знакомый занимается по перевозке животных и если вкратце на не спросил если работа то в общем сегодня мы пробуем перевозить животное посмотрим как это будет дорога дальние так что мы сначала заберем щенка потом отвезем я даже не знаю что говорить так что это просто по ходу дела буду показывать рассказывать так что это видео наверно будет полностью о том как по перевозке животное плюс какие-то новые места может будет все таки все машине может где-то мы повидаем что там никто не знает 4 мы встали сейчас у нас пять часов мы уже сходили в душ до собирали вещи и сейчас будем выдвигаться в семь часов нам нужно будет забрать до 7 щенка и потом очень далеко его отвезти я не помню название всех и так что по ходу дела буду рассказывать показывать и как-то так нам час ехать сейчас я наверно спать и он за рулем он не может спать забрали собаку казалось совсем не щеночком взросленькая а еще у нас машина капец не вместительная мы тут должны были ночью все спать втроем даня я и собака в итоге не получится еще у меня вот здесь вот корм надо будет немного по-другому все распределить чтобы все поместилось багажник у нас почти его нету маленький из-за батареи и там ничего не влазит вчера машину мыл да я кстати думал взять пылесос я думал взять нельзя думать на хрена хорошо что сзади накидку вот эту взяли еще и еще и бог смотри дамба не а вот дамб нифига себе раз вижу дамбу сам что-то собака услышал наш завтрак ваша без уже нет шла шави сабида дали кафос и еще наборчиком тут помидорчики брокколи морковка и соус привет из настоящего я сейчас монтирую это видео и я поняла что я так очень жестко лоханулась я снимала как раз на свою новую камеру но видимо короче когда я буду снимать следующие влоги и не будет долго времени чтобы настроить подсъем сделать или еще что-то я не буду снимать на эту камеру пока что потому что я что-то нажима нажала не так и почти все видео у меня в замедленной съемке а это значит медленно нужно ускорять и помимо этого не будет звука то есть это вот вот так вот получилось я сначала думала типа забить на это видео и его не выкладывать совсем а потом подумал ну ладно пускай будет хоть как-то но наверное это не очень правильно хоть как-то но в общем будет как слайд-шоу и чуть-чуть комментарии но встречи раз когда мы съездим я нормально подсниму и просто сделаю по-другому все она решила поиграть с мячиком кидают нам его и Субтитры сделал DimaTorzok 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 И остальная сумма снимается через время Когда прогружается Но мы приехали здесь на заправку на другую И стоимость заправки была, например, 40 баксов первые А снялось 175 долларов Мы подумали, ну ладно, может мы что-то там не так нажали Или еще что-то Приезжаем на вторую заправку Делаем то же самое Ну то есть оплачиваем и снимается 175 долларов опять Это было совсем не вовремя Мы не ожидали, что так много уйдет на бензин За две заправки вышло 350 долларов Нам надо было дождаться понедельника, чтобы все это прогрузилось И разница в стоимости вернулась, но это еще два дня А на дебетовой карте у нас осталось там буквально 130 долларов Чисто на бензин и на покушать Она прям ненасытная Поспала чуть-чуть, но повалялась И дает мячик, чтобы с ней играли Я туда тебе кинула его На улице уже темнеет С Калифорнией разница один час Тут плюс один И сейчас получается девятый час Ну хоть еще светло, но уже еще чуть-чуть потемнеет Нам осталось ехать 50 минут до следующей заправки Прогулки собаки Кушать хотим что-нибудь, потому что мы перекусывали пару бутербродиков И фруктики с овощами Потом мы будем искать место, где стоянка Где мы можем остаться на ночь Переночевать Ночевать будем в машине Посмотрим, как это будет Потому что мы думали Не будет клетки, которая сложена И плюс ее лежанки И это должно было занять гораздо меньше места Но посмотрим, как будет Так что пока что продолжаем ехать Но в пути уже 12-13 часов, да? Получается 13 часов за рулем уже Так очень видно, какое стекло у нас грязное Хотя мыли его, жуки врезаются постоянно в него Это все от жучков Как это назвать? Линии, дороги, встречки Короче, мне нравится, что всю дорогу Тут, во-первых, несколько линий едет И когда ты обгоняешь, ты обгоняешь машину Которая едет в таком же направлении, как и ты И встречная машина, она через бетон Или иногда бывает даже дорога дальше Мы, когда я со своей семьей ездила в дальние дороги Очень страшно обычно было как раз это то, что Когда папа обгонял машину То есть одна линия в одну сторону И другая встречная И когда обгонял И вот эта вот машина навстречу едет И иногда это кажется, что Блин, да здесь-то сейчас врежемся И столько стресса, нервов было А здесь такого нету Здесь две линии в одну сторону И через забор Или вообще в другом месте В другую обратную сторону Пошел заказывать нам еду Чуть-чуть А с животными туда нельзя Так вот О, холодно Оф, холодно Мы сейчас После последней остановки Прошел час, как мы еще ехали Остановились На Парковке одной Я забыла, как называется Все И тут мы будем ночевать Все в троем машине Сейчас моя задача будет Даня пока будет гулять с собакой Я тут все Перетасую, чтобы мы Могли лечь как-то втроем И скорее всего Даня будет сзади спать А мы с собакой впереди Потому что днем я И она может поспать, а вот он нет Он за рулем, так что сейчас буду пробовать Делать все Делать вот так, чтобы она Не заметила Зубки чистил В общем у нас получилось так Переднее сиденье Положили где я сидела внизу Ее подушку, здесь ее полотенце И она будет спать вот Здесь и здесь Сзади получается подушка и плетик Там будет Таня полностью спать И Я получается на Не знаю, чтобы видно было Я получается буду За водительским сиденьем спать Откидываюсь И вот типа Как-то так Чувствую, ночка будет Веселой А ты ты бледами укрываешься А у меня нормально Ты сам в туалет идешь? Доброе утро В принципе Нормально Я даже слышала, как Даня крепко спала Но Сейчас, когда машина остыла Очень холодно стало Так Молли Сидя Надеюсь мы Не заболеем Сейчас у нас сколько там Четыре часа утра По моему Нам ехать еще в восемь часов Даня сядет за руль Песели мы оставим на этом месте А я пойду назад спать У меня Жопа затекла И нога Остальное вроде бы Нормально Ну как-то холодно Настолько На улице холодно Что Даже в соседнее здание Лень бежать в туалет Скажи Доброе утро Ты че так смотришь на меня? Вот этот взгляд В туалет хочешь? Ну она всю ночь Нормально спала Один раз Только доложили Собака проходила мимо Она начинала гавкать Вот так Ночь Спала Как же сладко Спится лежа И в тепле Вообще Такой кайф Мы проснулись Даня пересел за руль Я перебралась Назад И спала здесь Подушка Две подушки Два Плетика И я Три часа На три часа Просто уснула Сейчас просыпаюсь Даня останавливается Но остановился На заправку Просыпаюсь А вокруг Снег уже И это холодно Капец Просто такой контраст Там холодно Жесть Холодно Выходить не хочется Но вот видите Это обледеневшая Все Жесть Я в капюшоне Голова уже грязная Мы чуть-чуть Перекусили И сейчас Последний рыбок Четыре часа Осталось в дороге И все Мы доезжаем До места Где отдаем Собаку Мы решили Что не будем Меняться местами Она поедет Впереди А я сзади Потому что Это опять Все доставать Это клетку доставать Все вот это Вот менять Все местами И это и долго И ненадолго Поэтому Я сзади Она впереди Еще так Забавно смотреть Как меняется Погода на улице То есть Не погода А климат Наверное Потому что мы ехали Было все В снегу Провода Во льду Там на машинах Сосульки Свисали Буквально Проехали Я не знаю Несколько сотен метров Наверное Триста Четыреста И все Ни единого снежочка И все поля Без него Прям У нас тут Бардак Здесь Валяется Сумка Обувь Здесь у нас Чуть-чуть Осталось Хлеб Ягоды Ну это Как вместо Холодильника Была С другой Стороны Корм Вода Игрушки Бутылки Сзади У нас Кофты Куртки Футболки Кепки И еще Получается Заканчивается Течка Так что Немного Мажет Но он какой-то Маленький Прям был Ну то есть Низко Я думала Не больше Мы сейчас Приезжали Видели Лошадь Это прям Так мимолетно Было И рядом Стоял лось И лось Как будто Ниже Лошади Но это Видно Было По рогам Что это Именно Лось Не олень Там Или Все Кто-то Лось Это Первый Лось Мой В Ну В живой Как в природе Не в зоопарке Все Приехали Тут Очень Очень Много Шерсти Даже Вон Буквально Спасибо Спасибо Буквально Возголов Едем Уже Домой Был Вариант Еще Покататься На самом Деле Это было Вот так Спонтанно Так что Возможно Потом Как-нибудь Еще Но У нас Планы Дома Например Завтра У меня Стоматолог Которую Я ждала Не знаю Сколько В очереди И скорее всего Мы не успеваем На него И Придется Переносить Так что Сейчас Мы Дают А там До нее 12 часов Уже Утро 11 часов Утро Но Мы Выспались Сходили В душ Это так Круто Сходить В душ Я вообще Каждый день Просто Мою голову И хожу В душ И я Как бы Себя Не особо Грязно Чувствовала Потому что Я не потела Ничего Такое Одежду Все равно Переодела Но Голова Была Такая Грязная Уже Засаленная Прям И приятное Ощущение После душа Кстати Мне очень нравится Что Здесь Есть Знаете Вот В поход Когда Собой В путешествие Когда Собой Ездите Собой Берете Миниатюры И обычно Это Что я встречала Это просто Баночки Вы туда Переливаете Мне кажется Это так Неудобно Еще их Мыть Потом А здесь Мне очень нравится Что почти В каждом Магазине Типа Не знаю Волмарта Или В аптеках Есть отдел Для путешествия Где есть Миниатюры И есть Миниатюры Именно Не Ноунеймовские А те Которые Пользуемся И вот К примеру Не знаю Полоски Для Арта Маленький Умывалка Для Лица Маленькая Ладно Тут Большой У меня Это Вот Кель Для Душа Маленький И Даже маска Которую я Временами Пользуюсь Не скажу Что на постоянке Но все равно Она вот такая Обычно Большая А тут Увидела Маленькую И это Прям Круто Ну то есть Это очень удобно Что с собой Сразу Все можно взять Не надо думать Что окей Я здесь обойдусь Без маски Чтобы поменьше С собой взять И вот Просто косметичка Ладно Вот И там буквально Все у меня есть Ну Есть конечно Еще большими Но все равно Просто Буквально Все И это Очень удобно И это Как не одноразовое И они получаются Жизнайте Как В мягкой Одноразовое А тут Ну не знаю Я бы сказала Насколько Мне раза хватит Ну Ну Недельку Может хватить И это Очень круто Много места Не занимает Но при этом Маленькое Отсюда Мы наверное Выезжать будем Завтра Сегодня просто Погуляем Не знаю Отдохнем И завтра В дорогу За вчерашний день Вот Представьте В сутках 24 часа Из этих 24 часов 20 с половиной Даня был за рулем Ну Окей Мы останавливались Там несколько раз На минут 10 Там в туалет сходить Заправиться И все такое Все остальное время Он был за рулем Он был за рулем В конце Он уже вот так Лег на руль И Типа все До победного Доехал Хотя я не устала Он доехал За рулем А я когда устала Впереди Сидеть Я перебираюсь Назад Там пледико Там подушечка У меня Разваливаюсь Смотрю телефон Видео Или еще Что-нибудь Что по поводу Собаки Мы ее взяли Как забрали С одного места И отвезли на другую Но мы проделали Огромнейший путь Это Две Двести По-моему Километров Я Тут в милях Конечно Это другая Цифра Но я в милях До сих пор Не особо ориентируюсь Поэтому мне легче Понимать В километрах И расстояние По городам Из России Ну так Я больше воспринимаю Но все равно Как я поняла Это действительно много Получается Нам оплачивают За перевозку Животного Но бензин Идет за свой счет Я на самом деле Посчитаю Вот здесь цифру Вы увидите Окупилось у нас Это или нет Но конечно Это больше окупается Когда даже По дороге домой Опять есть заказ Берете Чтобы взять Следующего животного И в ту сторону Всегда так получается Это было прикольно Конечно В следующий раз Мы будем брать Наверное Более ближе к дому Не так далеко Более как Может чтобы одним днем Съездить Но наша машина Для этого не предназначена То есть В ней достаточно мало места Пока же мало места И это проблема Когда с животным Особенно если Надо будет С несколькими животными Так что Думаю Если мы будем заниматься На этом Достаточно часто Нам нужна Новая машина Которая более Вместительная Вообще В идеале Автодом Вообще идеально Вот честное слово И спать И душ И все И прям По поводу Что в начале Было насчет Карты То что мы заправлялись На кредитную карту И у нас Списалось Больше Гораздо больше Сегодня понедельник Рабочий день И по сути Она перерасчиталась И уже стоимость Вернулась Но в тот момент Это были Нужные нам деньги Для бензина Но Все обошлось Все окей И в принципе Вот Сейчас я Буду созваниваться Со своей семьей Мы раз в неделю Созваниваемся У меня брат Живет В Питере Сегодня Он в Волгограде То есть С одного экрана Будет вся моя семья Вот так вот Они приехали В гости к родителям Я не знаю Когда приеду Явно Это не ближайшие Наверное Года два Три Скорее они сюда Приедут Чем я к ним Ну Как-то вот Так вот Пошел Зай Привет Ты снимаешь? Да Не мается Ты будешь Новым видео у меня Сегодня Мало нахуй Такое горячее Тут солнце напекло В общем Снова в машине Снова в дороге Но пока недалеко Перекусить что-нибудь Попить С родителями все-таки Созвонилась Мы пошли из здания Мыть Ну не мыть Убирать там От корма Чистить Короче Коврики убрать В машине И папа звонит Вот так что Поболтала И теперь Кушать Я уже Там Расстроилась Вам пожалуйста Все хорошо Да Поехали Есть Сразу Горы Хоть и прям Жарко На горах Снег Играет песня В голове Девочка Питер Я Вас Любился Простите Ой Что-то Тут не так Напевает Девочка Питер Вот это вкусно Такое Мне больше нравится Чем Мексика Который Много более Мне хочется побывать На каком-нибудь Блошином рынке Вот серьезно Но они все работают Но они каждый день Не работают Там раз в неделю Не знаю По воскресеньям Или некоторые В четверг То есть В это ничего Такого не работает Нашли какой-то Просто винтажный Магазинчик Винтажный Магазинчик Посмотрим Надеюсь Ну прям такой Надеюсь Он будет все-таки Открытый Потому что по гуглу Карты Показано Что открыто А по Эппловским Картам Показано Что закрыто Вот и посмотрим Какие лучше будут Так Пройдемся Может туда Посмотрим Чуть по улочке Пройдемся И домой Чтобы он отдыхал Полностью Чилил А через пару недель Нам все равно Сюда возвращаться В Ютуб И тогда И тогда уже Там Может Там Досуг Чуть-чуть Посмотрим Куда будем Ходить Благо У меня есть Зарядное устройство Дополнительно И Сиди-карта Потому что Память у меня Закончилась Короче Это очень Удобно Что в наборе С камеры Это все шло Я взяла С собой Ноутбук Зарядила Его полностью И чтобы В машине Перекинули Для него Видео А в итоге Я ни раз Его не включила Он был заряжен Полностью Но от холода В машине Он полностью Разрядился Ну ладно Ехали Вот типа Линтажное Хотела посмотреть А в итоге Он Закрыт Тут солнце Прям такое Сильное Прям реально Такой Прикольный Магазинчик На самом деле Но Прям в душу Чтоб Ничего Не завал Чтоб Что-то Купить Ничего Не запало Но Сам магазин Я реально Так обожаю Знаете Это вот Всякие мелочи Смотреть Ну к примеру Не знаю Сувениры разные Каждый перебирает Смотреть Вот это вот Я прям Очень Очень Люблю Мне дойти Целый день И я буду Вот в таком Вот мелочах Копаться И глазеть Мы сейчас Зашли в магазин Купим 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 Немного Мяса Чтобы Пожарить Вместе Дома И Домой Купим вот такое мини приключение у нас получилось сейчас мы уже едем домой вот такое приключение у нас получилось так что если вам понравилось это видео или было хоть чем-то полезно поставьте лайк мне это большая поддержка и не забудьте подписаться чтобы не пропустить следующие видео а мы поехали и